Сегодня состоялось второе заседание парламента нового созыва. В начале сессии депутаты почтили минутой молчания память Альберта Цхавребова, погибшего в ходе специальной военной операции. Похороны бойца прошли сегодня в Дзаусском районе. Идет специальная военная операция. Наши братья находятся там, многие из наших братьев подстаивают интересы, защищают нас, наше будущее, наших младших. Вместе с братьями из Российской Федерации, к сожалению, бесплатерь не обходится. Сегодня у нас в Цхавребовском районе будут проходить похороны нашего бойца, который, к сожалению, погиб на СФУ. Прошу почтить память минутой молчания. На сессии были избраны руководители парламентских комитетов. Голосование проходило в открытом режиме. Также был утвержден персональный состав президиума и комиссии. Итак, девять парламентских комитетов были распределены следующим образом. Комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению возглавила первый вице-спикер Зита Бесаева. Комитет по обороне и безопасности Сослан Гагиев. Комитет по бюджету и налогам Спартак Томаев. Арсен Квезеров стал председателем комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Заза Дриаев остается руководить комитетом по внешней политике и межпарламентским связям. Комитетом по национальной политике, культуре, религии и СМИ будет руководить Руслан Хубеште. Комитет по образованию и науке возглавил вице-спикер Таймура Статаев. Комитет по делам молодежи и спорту Роберт Табуев. Социальную политику и здравоохранение продолжит курировать Александр Плиев. А Иван Сланов – комитет по промышленности, строительству, транспорту. Комиссию по вопросам депутатской этики возглавил Эльдар Ахмедов. А комиссию по соблюдению регламента парламента – Александр Гассиев. Председатель парламента Алан Маргев поздравил всех избранных глав комитетов и пожелал им плодотворной работы. Еще раз хочу сказать, что нам вместе, сообща, необходимо работать пять лет. Мы должны постараться оправдать то доверие, которое нам оказал народ. Я сейчас абсолютно без привязки к той или иной политической партии, политической силе. Нас избрал народ нашей республики. Каждый из нас отвечает в первую очередь перед своими избирателями. Ни у кого из нас нет права их подвести, подвести их к доверию. На сегодняшнее заседание сессии вновь не явились представители партии «Единая Осетия». Алан Маргев, в свою очередь, заявил о готовности работать с каждым депутатом и со всеми политическими силами. В первую сессию мы также приглашали, в частности, предлагали вывести кандидатуру на должность вице-спекера, с тем, чтобы поддержать ее. Также было предложено выдвинуть кандидатуру на то, чтобы возглавить два комитета, с тем, чтобы полноценно принять участие в работе парламента Республики Южная Осетия. К сожалению, сегодня их нет. Я все-таки выражаю надежду на то, что в ближайшее время мы все вместе приступим к той работе, которая предстоит. В первую очередь я хочу всех призвать и присутствующих, и тех, кого нет, к тому, что у нас на сегодняшний день нет ни дня для того, чтобы терять время на внутренний раздор и распри. Главная наша цель ради того, зачем мы здесь находимся, это в первую очередь работа по благу нашей Республики и нашего народа. Я уверен, что так и будет, и те задачи, которые стоят перед нами, мы достойно выполняем. Выражаю готовность к работе с каждым депутатом, от каждой политической партии, от депутатов, которые были избраны по одномандатным округам, и готов совместно, вместе с вами решать те вопросы, которые стоят перед нами, которые стоят перед Республикой, которые ставят перед нами наши избиратели. Скажу больше. Вопросы, которые зачастую ставятся нашими избирателями перед депутатами, это в основном те вопросы, которые, скажем так, должны решаться во взаимодействии с исполнительной власти. Уверен и убежден, что те вопросы, которые будут ставиться во взаимодействии с исполнительной власти, они также будут решаться. В сегодняшнее непростое время необходимо засучить рукава и работать на благо Республики, добавил Алан Маргев. Мы понимаем и знаем то, что и вокруг, и в мире происходят довольно-таки непростые процессы. И в этой ситуации, когда нам нельзя терять ни минуты на раздоры, распри, нам необходимо просто засучить рукава, работать, работать на благо народа и нашей Республики. Внутриполитические процессы, они будут происходить всегда. Борьба, она будет происходить всегда. Спорные вопросы также будут возникать в процессе работы парламента. Однако, ни у кого из нас нет права, я еще раз повторяю, подводить наш народ и наших избирателей. Депутаты прежде всего представляют интересы народа. Им ничего не мешает это делать, подчеркнула первый вице-спикер Зита Бесаева. Спасибо всем огромное за такое отношение к своими обязанностям. И еще раз отвечу, действительно, каждый из нас должен думать о том, что прежде всего мы представляем интересы народа. Не надо об этом забывать. И действительно, распри политические всегда будут, но самое главное – это представлять интересы народа в парламенте. Ничто нам не мешает это делать. Я прошу, чтобы каждый из нас подумал о том, на чем надо работать. Все уже как бы определены в комитетах. Есть над чем работать, есть вопросы, которые необходимо ставить перед правительством и начать взаимодействие с ними. Поэтому я хочу увидеть плодоотнотные работы вместе с нами всеми, со всеми политическими, как я говорю, закрабцами, объединениями, автомандатниками. Давайте покажем древнюю работу. Хорошую древнюю работу. Заместитель председателя законодательного органа Сергей Харибате поздравил коллег и пожелал им результативной работы. Вице-спикер Таймур Астаттаев также выразил надежду на то, что каждый депутат будет ответственно выполнять свою работу. Оксана Джоева, Арсенгасиев, ГТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня. Субтитры подогнал «Симон»